ЗАПАДНАЯ Армения Свет МИД Республики Армения защитник управ человека. Это не демаркация границы с Азербайджаном. 28 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате теракта в Сирии. Сообщение гос. телевидения о Западной Армении. Президент Совета Республики Западная Армения 2020 года. Я хорошо осведомлен о нашей нынешней ситуации, особенно когда у меня есть информация о том, что будет происходить на границах Республики Армения. Прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования семьям, но как воины нации мы будем ждать всенародной и военной дани памяти воинов, павших на поле славы Святой Земли Арцаха. Мы стали свидетелями политического марша, который не отразил военные действия этих солдат по защите армянских территорий и гражданского населения Армении. Мы, Западная Армения, напоминаем, что в соответствии с Кодексом Чести наших Вооруженных Сил необходимо как можно скорее организовать церемонию, достойную борьбы наших солдат. Сегодня я хочу, чтобы вы были уверены в нашей позиции, ясны и повторяю, не на все эти преступления есть адекватный ответ. Дорогие соотечественники, я хочу пожелать армянскому народу сопротивления, воли, успехов и силы во имя наших прав, справедливого решения, проблемы претензий, основанного на том, что мы являемся коренным народом своей Родины. 10 августа мы отметили столетие международного мирного договора, который был подписан в Севре 10 августа 1920 года, и что 22 декабря 1920 года 28-й президент Соединенных Штатов Уидро Уильсон подтвердил наше неотъемлемое право столетия, которого мы также отметили. Разрешите поздравить наших соотечественников, живущих на Родине за ее пределами. Желаю силам обороны Западной Армении, армянам Ближнего Востока, армянам Арцаха и другим коренным народам стойкого сопротивления, а также более сильной и мощной Западной Армении. Мы должны все начать заново, чтобы 2021 год стал годом решительных и позитивных изменений. Желаю репутатам Республики Западной Армении, армянским структурам за рубежом, членам Национального совета Западной Армении, членам правительства Республики Западная Армения год единства. Пусть это положительное изменение станет основой для глубоких и гармоничных действий. Как всегда, мы будем сильными и целеустремленными на нерегком пути решения национального приоритета. Пусть 2021 год станет годом выполнения справедливых требований. Ничего не закончено, борьба продолжается. 31 декабря 2020 год. Арманак Абрамян, президент Республики Западная Армения. В Западной Армении в Себастье любовь и братство к азербайджанскому народу в основном искусственны, они не разделяют значительную часть населения. Яркий тому пример появившееся в интернете видео, на котором женщина из Турции порвала на улице азербайджанский флаг. Примечательно, что полиция пыталась воспрепятствовать его действия, но некоторые прохожие защищали женщину. Проазербайджанская ориентация, особенно Арцахская война, в основном поддерживается религиозными экстремистами и пантюркскими радикалами, которые являются основными избирателями президента Турции Раджеп Тайп Эрдогана и его партии «Справедливости и развития». Президент Армана Кабрамян сожалеет, что правительство Армении и некоторые политические партии Армении до сих пор не осознали, что Западная Армения – это не Турция. Так же, как Шуши, Гатруль-Таскиран, Карвачар или Нахачеван не являются азербайджаном. Отступление продолжается, в том числе в Зенгизуле. Омбудсмен Армении Арман Татуян дал обширное интервью «Спутник Армении», в котором коснулся одного из важных для страны вопросов демаркации границ с Азербайджаном. Переговоры между Арменией и Азербайджаном по любым вопросам должны рассматриваться властями РАА в контексте армяно-ненавистнической политики, которую проводит Баку. В этом убежден защитник прав человека Арман Татуян. В интервью «Спутник Армении» он ответил, что в том же контексте должен обсуждаться вопрос демаркации и делимитации границ. И вопросы границ должны рассматриваться в контексте бесчеловечных преступлений, совершенных в ВС Азербайджаном в ходе войны в отношении нашего народа, отмечает Татуян. Омбудсмен сказал, что на сегодня в Сюнике остро стоит вопрос безопасности границ, прав жителей пограничных сел на жизнь, физическую безопасность, неприкосновенность, право собственности и остальных прав. Он считает, что власти не уделяют достаточного внимания этим вопросам. В этом контексте Татуян считает ошибочным подходы правительства. По его словам, для решения вопросов, связанных с границей, должна была быть создана специальная комиссия, или этим должны были заниматься уполномоченные структуры с привлечением специалистов. Кроме того, уточнение границы не может производиться только через GPS или Google Maps. И речь вовсе не в качестве и компетентности данных этих систем. Омбудсмен Арминерман Татуян направил в Министерство иностранных дел официальный запрос по вопросу уточнения границы с Азербайджаном, учитывая прямое воздействие этого процесса на сложившуюся ситуацию. Свет на запросы опубликовал его без сокращений. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что делимитация и демаркация поэтапно осуществляемый международный процесс, для реализации которого необходима совместная комиссия, экспертное обсуждение и проведение переговоров. Причем в МИД подчеркнули, что первоочередным условием вышеуказанных процессов является наличие нормальных двусторонних, в том числе дипломатических отношений между сопредседательными государствами. В МИДе объяснили, что в международной практике для реализации процессов делимитации и демаркации формируется двусторонняя межведомственная комиссия во главе с представителями МИД, Минобороны и представителей сферы обороны, геодезистов, картографов и так далее. Как правило, первый этап работы комиссии завершается подписанием отдельного двустороннего соглашения относительно правовых основ делимитации, а также совместной реализации демаркации. После успешного завершения этих процессов между двумя государствами должно быть подписано совместное соглашение, которое фиксирует решение всех проблем в пограничных вопросах. Полная статья доступна на нашем сайте. Жертвами террористического акта, произошедшего на трассе ДРС Зор Пальмира, стали мирные граждане в Сирии на трассе ДРС Зора Пальмира. Автобус, перевозивший мирных жителей, подвергся террористическому нападению, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, жертвами террористического акта стали 28 человек. Трагедия произошла в районе поселения Кабеджеп. В результате 28 человек погибли, 13 получили ранения, говорится в сообщении. Дорогие соотечественники, государственное телевидение Западной Армении поздравляет вас с наступающими праздниками, Рождеством и Новым годом. Мы завершаем 2020 год полный испытаний, которые принесли с собой болезненные потери. В этом году все армяне столкнулись с войной, развязанной против нас, Азербайджаном, Турцией и наемниками-террористами. Мы проиграли битву, но, несомненно, война еще не закончена, окончательная победа будет за нами. Теперь наша главная цель – объединить потенциал всех армян во славу Объединенной Армении. 2021 год, несомненно, будет хорошим годом, хорошим для разработки наших следующих шагов, для пересмотра сделанных ошибок. Верим, что зафиксируем новые достижения, дорогие соотечественники. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Пусть Новый год принесет мир и благополучие вашим семьям и нашей стране. Слава нашим павшим братьям. На сегодня у нас все, а далее мы представим вашему вниманию Шаран. Слава нашим братьям. Слава нашим братьям. Слава нашим братьям. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром. Продолжение следует... Продолжение следует...